Добрый вечер! В эфире Вести Норильск в студии Евгения Груздюк. Коротко о главных темах этого выпуска. Сегодня в Пенсионном фонде прошла селекторная пресс-конференция, темой которой стала новая пенсионная формула. Свои вопросы министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину смогли задать представители 10 краев и областей. Красноярский край был в роли слушателя. Какие выводы сделали в местном управлении Пенсионного фонда относительно новой пенсионной формулы и о чем еще шла речь, расскажет Евгения Шинделова. Селекторная видеоконференция длилась полтора часа. За это время министр труда и социальной защиты Максим Топилин, его заместитель Андрей Пудов и первый зампредседатель управления Пенсионного фонда Александр Куртин высказались на тему предстоящих изменений в пенсионной системе. На первой минуте общения министр труда заявил, нельзя допустить, чтобы пенсионеры почувствовали себя в роли обманутых дольщиков. Откладывать принятие закона нельзя, но при этом нужно решить вопрос соблюдения прав граждан. Задача номер один – нормальная пенсия для среднего класса. Теперь для начисления трудовой пенсии нужно отработать не 5 обязательных лет, а 15. Новая система формирования пенсионных накоплений полноценно заработает к 2020 году. Для нынешних пенсионеров все останется по-прежнему. Что касается накопительной части пенсий, резюмировал Максим Топилин, уже сейчас существует много мифов. Никакой национализации речи нет. Накопительная несенная система в рамках обязательного пенсионного страхования состоится. Законные проекты, которые внесены, весь пакет, я уже сказал, это первый законный проект о страховых пенсиях в Российской Федерации, второй законный проект о накопительной пенсии. То есть по этому сюжету по накопительной пенсии правительству внесен целый отдельный законный проект. Рожденные позднее 1967 года могут выбрать механизм распределения накопительной части пенсии. Накопительную часть отчисляют 6%, на страховую 16%. И до конца года необходимо определиться по действующему законодательству, перевести ли в страховую часть 4%, оставить 2% на накопительную, либо сохранить пенсионные права, те, которые есть. А до конца 2015-го гражданам будет дополнительно предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии. Либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от формирования пенсионных накоплений в пользу страховой части. Советовать то, как лучше, оставить ли на накопительной части, либо перевести на страховую эти 6%, мы не можем, тут каждый гражданин должен сам для себя определиться. Продолжая разговор, заместитель министра Андрей Пудов отметил, на принятие решений заложен разумный переходный период. Но для того, чтобы конечный эффект был ощутимым, работникам стоит обратить внимание на размер своей легальной зарплаты. Эту цифру работодатель ежеквартально передает в пенсионный фонд, и эти данные в будущем найдут отражение при начислении пенсии. Пудов в очередной раз опроверг слухи о повышении пенсионного возраста. Просто теперь у людей появится стимул работать дольше. Представитель пенсионного фонда сообщил о том, что в следующем году будет произведена очередная индексация пенсий на 8,1%. Регионы интересовались, не планируется ли национализировать отдельные негосударственные пенсионные фонды, и как часто НПФ банкротятся. Топилин попросил не будоражить людей. Соответствующие законы сейчас активно обсуждаются Думой и правительством. Люди пострадать не должны. Министр призвал россиян высказаться на тему модернизации программы софинансирования пенсий. Возможно, предположил Топилин, добросовестные плательщики будут получать бонусы. Еще одна программа «Материнский капитал» также ждет изменений. Среди рабочих версий направлять средства на открытие собственного дела. Но пока это на стадии обсуждения. Министр попросил территориальное управление активно включиться в работу. Евгения Шенделова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Прокуратура Норильска настаивает на привлечении к ответственности врача роддома, оставившего в брюшной полости пациентки хирургический инструмент. Это произошло во время плановой операции. Предмет быстро дал о себе знать. Пострадавшую пришлось перевести в первую городскую больницу, где ее снова прооперировали. В интересах пострадавшей прокуратура направила исковое заявление о возмещении материального и морального вреда при оказании медицинской помощи ненадлежащего качества. Вред, нанесенный женщине, будет оцениваться судебной экспертизой. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело. В брюшной полости пациентки было оставлено инородное металлическое тело размерами 32 см на 7,5 см. То есть это был медицинский инструмент. Нарушения были допущены как врачом, так и операционной медицинской сестрой, поскольку на медсестру возложена обязанность четко вести счет инструментов после операции, а непосредственно на оперирующего врача лежит контроль за всей операцией. Это не единственный случай, когда хирурги оставляют в теле пациентов такие большие предметы. Не так давно гражданка Литвы судилась с больницей хирурги, которой оставили в ее теле точно такой же инструмент. Он причинял женщине невыносимые страдания на протяжении 13 лет. В России полным ходом идет осенняя призывная кампания. Из Норильска в армию отправятся около 300 человек. 10 из них останутся в местной воинской части, остальные будут служить в других городах. К слову, норильчане несут службу во многих регионах, включая Сахалин. Сегодня в военкомате многолюдно. Побывал там и глава города Олег Курилов. Что интересовало градоначальника, знает Ольга Лапина. В Норильском военкомате разгар призывной кампании. В коридорах не протолкнуться. Ребята проходят медкомиссию. Поддержать будущих защитников Отечества пришел глава города Олег Курилов. Первый вопрос градоначальника – тепло ли в медицинских кабинетах. Оказывается, не очень. Прохладненько, но сейчас не знаю, сегодня минус 25, мы дышали. Замерзаете? Ну, в том году замерзали. В кабинете офтальмолога внимание головы привлекло кресло, в котором проверяют зрение призывников. Можно бы и обновить, отметил Олег Курилов. Далее он поинтересовался здоровьем призывников. В общих масштабах не так уж и плохо, говорят медики. Однако проблемы все же имеются. И в первую очередь они связаны с недостаточным весом. На втором месте – заболевание эндокринной системы. Скорее всего, это влияние нашего севера все-таки, ну, глазная патология очень большая идет у нас. Тоже влияние нашего севера, нашей полярной ночи, наших недостатков, может быть, витамина. Если же брать в целом, то показатели годности к военной службе у норильчан традиционно на уровне краевого. Из 100 ребят ряды российской армии пополняют чуть больше 60 новобранцев. По словам Норильского военкома Валерия Нестерова, в последние годы престиж военной службы возрос. Об этом свидетельствуют и факты. С прошлого года возобновлен набор высшей учебной заведения Министерства обороны. Мы отобрали 47 кандидатов, 25 человек у нас поступило учиться на первом курсе. На 2014 год наряд поступил буквально вчера 56 человек уже. Мы их отберем, подготовим и направим. Слова начальника Норильского военкомата подтверждают и призывники. Александр Трапезников мечтает попасть в элитные войска, например, военно-морской флот. Службу в армии молодой человек считает хорошей закалкой. Потому что это большая честь служить в российской армии, отдать честь своей родине. Таких, как Александр, сегодня большинство уговорят в военкомате. Хотя по-прежнему остаются и те, кто всячески пытается уклониться от службы в армии. Однако уже в ближайшее время таким несознательным молодым людям придется не сладко. Вопрос борьбы с уклонистами находится на рассмотрении высшего государственных органов. Какое наказание будет применено к нежелающим выполнить свой гражданский долг, пока неизвестно. Но в любом случае охоту косить от армии у них отобьют навсегда, говорит Норильский военком. В Норильске на сегодняшний день 82 уклониста. Ребята не понимают и родители зачастую не понимают, какую волчью услугу они себе оказывают. Хорошо бы принять закон, который запретит уклонистам в последующем занимать высокие государственные посты, а также работать в силовых структурах, говорит Валерий Нестеров. Может быть тогда призывники прочувствуют всю значимость и ответственность службы в армии. Ольга Лапина, Евгений Жуков, Вести Норильск. 15 лет на страже закона и справедливости. Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник. За добросовестный труд и высокие производственные показатели, благодарственные письма и почетные грамоты главы города получили пять сотрудников. О непростом труде блюстить или порядка в нашем следующем сюжете. Ставшее крылатым выражение «наша служба и опасны и трудна», сегодня вполне можно применить и к работе судебных приставов. Перед законом равны абсолютно все, поэтому по долгу службы блюстителям порядка приходится общаться с различными категориями населения. И для многих из них уклонение от своих прямых обязанностей, связанных с воспитанием и содержанием детей, уплатой штрафов и налогов, дело привычное. Об этом не понаслышке знает одна из опытнейших сотрудниц службы судебных приставов – Анжела Кнутова. На страже порядка она с момента образования городского отдела. В ее полномочия входит взыскание административных штрафов. Добропорядочный человек, как правило, не имеет административных правонарушений, поэтому приходится более сложность в том, что не совсем высок уровень правосознания у данного гражданина. 15 лет назад круг функций судебных приставов был значительно уже. В основном взыскивали штрафы и налоги. Сегодня список служебных полномочий значительно расширился. В розыске теперь мы занимаемся как имущество, так и должнику в том числе. Возбуждаем уголовные дела по последствия службы судебных приставов. То, чего раньше мы не занимались. Сейчас также функция расширения, ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. В связи с возросшими объемами работы увеличился и штат сотрудников. Если 15 лет назад было всего 6 штатных единиц, то сегодня только одних судебных приставов исполнителей – 30 человек. В борьбе с неплательщиками очень сильно помогают и современные технологии. Единая база данных по всей Российской Федерации. Сейчас можно просто каждому должнике посмотреть, зайти в базу и увидеть, какие исполнители производства есть. Не только, допустим, если он где-то что-то и так, или в другом регионе, в другом субъекте. По долгу службы с какими только ситуациями не приходится сталкиваться с судебным приставом. Некоторые можно назвать даже комичными, если бы повод не был таким печальным. Так, например, одна жительница Норильска была вынуждена продать квартиру, чтобы помочь своему супругу рассчитаться с долгами по алиментам. Сам гражданин находится за пределами Российской Федерации. Соответственно, было вынесено постановление об ограничении права выезда из Российской Федерации, но там уже его задержали за неуплату алиментов. Долг был порядка 320 тысяч. Еще один злостный неплательщик алиментов деньги таки принес, но в самой твердой валюте. Пересчитывать пришлось очень долго. Есть и такие должники, которые умышленно скрывают свои доходы, чтобы не платить по счетам. Найти, изъять и заставить платить – вот главная задача судебных приставов. И каждодневно они делают все, чтобы исполнить свой служебный долг. Елена Устомова, Ольга Лапина и Сергей Лаптев. Вести Норильск. Директор заполярного филиала компании Александр Рюмин сегодня проинспектировал ход строительных работ в торгово-развлекательном центре «Арена Норильск». Главное замечание – низкий темп работ аредаторов. Турецкая компания, ведущая строительство, завершает отделочные работы непосредственно самого здания комплекса. Сюда входит и подключение инженерных коммуникаций, система освещения и отопления. В ближайшее время будут запущены лифты. Так что свою работу они выполнили уже на 85-90%. А вот арендаторы, за которыми уже закреплены торговые площади, работают не торопясь. У некоторых есть объективные причины – подводит логистика, грузы и материалы еще находятся в дороге. Поэтому предприниматели у заполярного филиала просят содействия в доставке грузов авиатранспортом. Между тем, срок открытия долгожданного объекта приближается. Напомню, генеральный директор компании Владимир Потанин обозначал дату – середина ноября. Но, судя по всему, эта дата будет перенесена на более поздний срок. Но, как бы то ни было, новогодние покупки, уверяют строители, норильчане смогут совершать уже в новом центре. Сегодня начал свою работу Норильский плавательный бассейн. Из-за ремонтных работ начало учебного года в спортивной школе пришлось перенести. Однако, теперь все любители плавания могут вернуться в обновленные помещения. О том, какие изменения произошли в плавательном бассейне, подробнее Маргарита Батыченкова. Открытие бассейна состоялось точь-в-точь в назначенный срок, как и обещали. Популярность плавания все возрастает. В этом учебном году спортивная школа приняла уже 120 новичков. Загруженность бассейна максимальная. Первые занятия начинаются в 6 утра. Открытие бассейна с нетерпением ждали и ребята, и тренеры. Мы вынуждены были проводить тренировки на других базах. В том числе наши дети ездили в КРК. У нас люди понимающие, и строки ремонта, к сожалению, не зависят от нас. Поэтому хорошо, что он открылся. Заинтересованы в работе бассейна не только спортсмены. Обычные горожане, желающие поплавать после работы, также были рады открытию. По словам руководства, очередь за абонементами люди занимали чуть ли не за сутки до начала продажи. Но ажиотаж был неоправданным. С 600 абонементов 26 абонементов осталось. Еще раз мы просим убедительно, что абонементов всем хватает. Стоит отметить и другие изменения. За лето в бассейне была проделана огромная работа по его обновлению. Благодаря новым фильтрам качество воды заметно улучшилось. Обновили и интерьер. Своими силами в бассейне полностью произведены ремонтные работы. И по первому этажу, и, как мы обещали, по раздевалкам, и по душевым кабинкам. В плане, что у нас планировалось на летние работы, мы совершенно в срок успели уложиться. И, я так думаю, с качеством выполнены эти работы. Работать бассейн продолжает по-прежнему графику. Любители плавания могут заниматься по будням до 12 часов ночи и по выходным до 5 вечера. Маргарита Батыченкова, Сергей Лаптев, Вести Норильск. Следующая рабочая неделя будет четырехдневной и начнется с выходного. В понедельник, 4 ноября, россияне отметят День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Произошло это знаковое событие в 1612 году. Далее в выпуске прогноз погоды на завтра. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ Временами небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью минус 22-24. В низинах минус 28-30 градусов. Температура воздуха днем минус 15-17. В низинах минус 22-24 градуса.